Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальная тема». Сегодня мы обсуждаем проблему рынка жилой недвижимости Бурятии и вообще говорим о том, есть ли это проблема. В гостях у нас сегодня Галина Жаркая, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления инвестициями и строительства Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления. Добрый день, Галина Федоровна! Добрый день. Первый вопрос. Заметила ли наука спад, либо наоборот возросшие темпы строительства жилья в начале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года? Ну, спад строительства жилой недвижимости заметила не только наука, это заметно невооруженным взглядом, да, статистика это нам наглядно доказывает. На сегодняшний день у нас, получается, темпы ввода недвижимости жилой в эксплуатацию снизила почти 6,5 раз, да. Это говорит о том, что застройщики наши строят уже меньше, и в первую очередь это, конечно, связано с отсутствием финансирования дополнительного, да, и, конечно же, это финансовый кризис, который сказался на многих предприятиях, в частности, крупных строительных организациях. В дальнейшем эта ситуация в ближайший год, полтора-два, наверное, будет еще печальнее. Но могу сказать, что наши строительные организации имеют за своими плечами достаточно хорошую базу, это материальная база, они имеют достаточно хорошие активы. Единственный минус, который их может подвести, это же, конечно, высокая закредитованность. У нас в республике спрос на жилую недвижимость всегда присутствует, независимо от того, плохо мы живем или хорошо мы живем, да. Говорить о том, что все плохо мы не можем, потому что мы этого практически, может, и наблюдаем, да, но не чувствуем. Говорить о том, что все хорошо, тоже не можем, да, у каждого свое понятие и предвзятое понятие, да, хорошее. Ну, эксперты, да, они отмечают, что сейчас такая одна из основных проблем, да, это, ну, да, закредитованность большая. И строителям, компаниям-застройщикам, для того, чтобы достроить старые дома, да, они вкладывают в это строительство, скажем так, в старое строительство, да, они вкладывают деньги новых дольщиков, новых привлеченных покупателей, клиентов, и, может, ну, по сути, они возводят такую финансовую пирамиду, да, в своей сути. И есть опасение, что скоро эта финансовая пирамида рухнет, то есть старые дома, возможно, достроятся, новые, за которые дольщики оплатили уже, они не будут введены, даже не начнется никогда строительство, да, и нас ожидает такой шквал банкротства и шквал таких вот судебных разбирательств. Вот, на ваш взгляд, стоит такого ждать или нет? И вообще, как этот механизм действует? Вот данный механизм всегда действовал, это не в новинку. Многие строительные организации параллельно ведут несколько проектов, да, и несколько объектов недвижимости возводят. И финансовые средства у них всегда распределяются по их усмотрению для наиболее грамотного, для более грамотной окупаемости, да, и оборачиваемости этих денежных средств. Если на сегодняшний момент мы серьезно столкнемся с последствиями финансового кризиса, то для многих крупных строительных компаний, да, вот такая ситуация, что они бросят своих дольщиков и потеряются, да, она практически невозможна, потому что многие строительные компании, они состоят в саморегулированных организациях, где у них есть страховые взносы, страховые выплаты, да, и в случае, если такая ситуация произойдет, то те дольщики, которые у нас заключили договора с этими строительными компаниями, они брошенными не окажутся. Дома будут возводиться. Единственное, конечно же, мы здесь не застрахованы от нечистых на руку, да, предпринимателей, которые создают некоторый свой бизнес, да, и такие организации непосредственно под эти цели, то есть изъятие денежных средств. Ну и здесь уже законодательство об этом более-менее позаботилось, да, и можем сказать, что наши договора долевого участия, которые наши физические лица заключают, они более-менее застрахованы. И говорить о том, что вот финансовая пирамида в сфере строительства, да, за счет привлечения денежных средств в другие объекты и так далее, и так далее, это идет нагнетание, да, и такая ситуация была всегда. И не ввести объект недвижимости в эксплуатацию, на сегодняшний момент современная строительная организация, которая работает достаточно в длительное время, да, то есть больше 5-6 лет она не может просто деваться никуда. Ну, вы говорите, что такая ситуация, да, такая схема, она как бы всегда была, всегда присутствовала на рынке, но тогда и у людей покупательская возможность, она была намного выше, то есть ипотеки давали проще, кредиты давали проще, либо накопить было проще. Сейчас же денег у населения становится все меньше и меньше, да, свободных на руках, и заплатив за, поучаствовав, так сказать, в долевом строительстве, они остаются и без денег, и без квартиры, фактически, да, и с кредитом еще иногда остаются, да, то есть раньше это как-то все так вот само регулировалось, но во время кризиса, мне кажется, такая возможность, она отпадает. Или все-таки как быть? За последние 3-4 года, которые вот у нас после 2009 года начались, да, после такого первой волны кризиса, который у нас тоже был, да, в стране, наши представители строительной компании, да, именно от Республики Бурятия, они почувствовали это не именно в 2009 году, а почувствовали последствия в 2010-2011 году, да, когда начали, ну, грубо говоря, консервировать строительные объекты, потому что у них не было финансовых средств, но здесь они, конечно же, получили кто-то господдержку, да, кто-то начал участвовать в программах социального обеспечения жильем, да, от государства, и вследствие этого они более-менее выплыли. говорить о том, что у наших строительных организаций все плохо, и они впоследствии нас сбросят, да, вот нас как физический лист, который приобретает у них недвижимость, мы не можем. Ну, ладно, тогда вернемся к статистике, да, пока статистика, она штука такая довольно-таки точная. Вы говорите о том, что снизилось, там, в 6,5 раз, да, темп ввода в эксплуатацию нового жилья, а вот если в абсолютных цифрах, сколько это примерно? Ну, вот в действии жилых домов по республике Бурятия в январе 16-го года статистика у нас показывает, что введены в эксплуатацию 94 жилых дома общей площадью 8200 квадратных метров, то есть по сравнению с аналогичным периодом, да, эта разница уменьшилась в 6,5 раз. Конкретно по городу Лан-Удэ в январе... В январе 16-го года, я перебью, было введено там больше 52 тысяч метров жилья. В Лан-Удэ было, ну да, 53 тысячи было введено по республике. А если брать город Лан-Удэ, то в январе 15-го года было введено в эксплуатацию, получается, у нас 38 тысяч квадратных метров, а в январе 16-го года уже по городу Лан-Удэ 2900 квадратных метров. То есть разница чувствительная. Можно же, конечно же, вот эту разницу, да, скинуть на то, что у нас уже рынок якобы перенасыщен, да, первичным жильем. Все, кто хотел купить и имеет средний уровень достатка и выше, да, уже недвижимость себе приобрели, все уже сидят с ипотеками, да, но могу сказать вам, что спрос на жилую недвижимость всегда был достаточно на высоком уровне. Это тот актив, который наше население считает высоко ликвидным. И приобретая недвижимость, и в ипотеку, в кредиты и прочее, да, многие жители, ну, грубо говоря, готовы экономить на всем, да, но только не на вот ипотечных кредитах. Сегодня на рынке мы не только недвижимости, вообще на рынке видим, да, что у нас промышленность более-менее, как сказать-то, начинает восстанавливаться в силу там хоть и кризисной ситуации, но уровень прожиточного минимума, да, немного нас, там, буквально повышен. Качество жизни, мы уже привыкли к хорошему качеству жизни за счет тех же самых кредитов, да, у нас практически каждый житель имеет кредит. Есть у нас граждане в городе Оланде, у которых закредитованность, то есть уровень кредитов, стоимость кредитов превышает 10-20 миллионов. Это уже говорит о многом, да. Качество жизни в первую очередь у нас является основополагающим в этом факторе, да, вот с стороны науки, когда мы определяем там по стоимости жилья, по темпам ввода в эксплуатацию и прочее, прочее, то есть составляя прогнозы. На сегодняшний момент мы такие прогнозы составлять опасаемся, потому что мы не до конца не уверены в процентных ставках ипотек, да, в ключевых ставках Центробанка, и говорить о том, что на рынке у нас все будет плохо, мы не можем. Опять же, да, вернусь к этому. Вы говорите о том, что недвижимость у нас всегда была в цене, всегда стоялась, скажем так, на первом месте, да, для жителей нашего региона, они охотно берут, покупают, но за последние буквально полгода мы наблюдаем такую ситуацию, что стоимость квадратного метра, она прям стремительно снижается, то есть если там даже год назад, полгода назад по 35, по 40 тысяч квадратный метр оценивался, сейчас предлагают по 28 тысяч квадрат, да, и это плюс не только черновой, да, это могут еще и с отделкой, и там частично с мебелью, с техникой предлагают, то есть такие уникальные предложения, да, рекламные, то есть почему тогда цена падает? Цена падает в силу того, что есть у нас граждане, которые, опять же, не имеют высокий процент закредитованности, просто-напросто начинают избавляться от недвижимости, которую в свое время, да, они приобретали те же ипотечные, да, по ипотечным программам, по программам застройщиков, да, в расстройку и прочее. Я вам могу привести пример, у меня есть одна знакомая, которая 4 года назад приобрела 6 квартир в новостроящемся доме, то есть она оформила ипотеку, выкупила весь этаж, и вот эти 3-4 года она организовала там бизнес, гостиничный бизнес, да, гостиничные номера и прочее. Бизнес у нее шел неплохо, да, до вот момента кризисного. Сейчас, получается, туристический поток у нас падает, это сезонность, и на сегодняшний момент, если раньше она справлялась с ипотечной нагрузкой, то сейчас уже нет. Из этих 6 квартир она выставила 5 на продажу. Уже не может 4 месяца продать. Стоит ли нам ожидать в дальнейшем? Вообще, 28 тысяч сейчас, ну, такой некий минимум, да, по которому можно купить квадратный метр. Себестоимость жилья какова? То есть себестоимость строительства? Ну, конкретно по себестоимости строительства вот именно жилых, многоэтажных домов, да, здесь, наверное, нужно привлекать специалистов и не строительных компаний, которые непосредственно занимаются расчетом. В среднее я могу сказать, что цена, себестоимость варьируется, там, до 25, до 27, где-то до 28 тысяч. Если мы проговариваем такую себестоимость, опять же, зависит от тех строительных материалов, которые используют у нас застройщики. Многие, конечно же, пытаются выйти из этой ситуации тем, что начинают экономить на строительных материалах, начинают экономить на рабочей силе, да, то есть оплата труда, где-то меняют проектные решения, непосредственно, да, удешевляя сметную стоимость строительства. Говорить о том, что они продают, то есть продажная цена этой же недвижимости, которую они построили, 28 тысяч, ну, скорее всего, их просто поставили в такие условия, что им они вынуждены продавать, да, по такой стоимости. А ставят их в такие условия, это налоговая политика нашего государства, кредитная политика банков, да, ну, и во многом это персонал, который у них работает, людей же кормить тоже нужно. Плюс очень многие строительные компании привлекают субподрядчиков, с ними заключают договора, да, и в договоре прописана невыплата заработной платы, да, там, неоплата договора тоже грозит им неустойками. Вот в последнее время, последние, там, полгода у наших многих застройщиков есть такая политика, что они субподрядчиками рассчитываются непосредственно квадратными метрами, то есть уже не финансовыми средствами, а уже субподрядчики для того, чтобы избавиться от этого, да, то есть превратить эту недвижимость в деньги, они начинают снижать, снижать таким образом продажную цену. Они готовы продавать однокомнатные квартиры в крупных жилых комплексах, практически в центре города, да, и за 900 тысяч, и за 800, и за 700. То есть сбросовые цены для того, чтобы от этого актива просто-напросто избавиться и перевести его в денежные средства. А вот такой вот вал дешевых квартир, да, которые продаются у подрядчики, он может как-то отразиться еще больше на общей цене? То есть человек знает, что, да, в этом доме можно купить, там, за миллион квартиру условно, да, а видя на сайте, там, или в рекламе застройщика основного продавца, да, там, стоимость той же квартиры, там, миллион 700 или, там, миллион 500 даже, да, он скажет, ну, ребята, где-то меня обманывают. То есть он же не вникает в суть, да, ему особо не важно, кто продает, там, субподрядчик или застройщик генеральный, да, и вот глядя на такие цены, разброс цен, он может сказать, что кто-то меня где-то обманывает. Ну, таких квартир не так уж много, они не продаются целыми живыми комплексами, да, это может быть одна, две, три квартиры. Обычно на такие квартиры уже и покупатели присутствуют, да, на сегодняшний день. Но опять же говорим о том, да, что сейчас живой наличности, то есть живых денег их становится меньше, да, и я думаю, что застройщики все чаще будут рассчитываться именно квадратными метрами, то есть таких квартир будет, количество таких квартир увеличиваться будет. Ну да, на общую рыночную цену, конечно же, это повлияет, повлияет не очень хорошо, положительной динамики мы здесь не увидим. В кризисных условиях всегда цена по жилые квадратные метры, она, конечно же, падает, связанная с покупательской способностью. Ну, на сегодняшний, извиняюсь, на конец 2015 года, многие риэлторы отметили, что снижение цен вообще на рынке недвижимости, да, составляет уже более 5%. То есть это уже показатель, что у нас недвижимость присутствует на рынке, да, и, как говорится, спрос ниже, чем предложение, вследствие чего у нас цена и начинает падать. Во многом, конечно же, цены, например, на недвижимость первичной застройки, да, это на настройки, которые продаются у нас в черновом варианте, где-то может быть и с отделкой, и цены на вторичном рынке недвижимости, их сравнивать нельзя. Это абсолютно две разные категории. Во-первых, потому что первичная застройка, если вы приобретаете недвижимость, вы в нее еще и дополнительно вкладываться будете. Это дополнительное средство. И сейчас граждане, которые у нас предпочитают приобретать недвижимость, все-таки отдают предпочтение, если им нужно срочно купить, да, это люди поставлены в определенные там жизненные ситуации, да, им негде жить, они предпочитают, чем снимать жилье, купить в ипотеку. Естественно, они предпочитают тут жилье, в которое вкладываться не нужно. Дороже оно будет, оно будет менее красивым, да, ну, условно говоря, менее комфортным, но в нем можно жить. И они предпочитают, конечно же, такой вариант. И здесь вот по первичному рынку недвижимости очень много жилых комплексов, там, построенных, да, вот в 15-м году введенных в эксплуатацию, в 14-м году введенных в эксплуатацию, где квартиры стоят у нас пустые, то есть у застройщиков стоят пустые, они их либо не продали, да, либо есть посредники, которые выкупают частично, да, и продать не могут. Это уже вопросы, конечно же, к риэлторским агентствам. Почему и когда ситуация. Вообще, если взять рынок недвижимости именно жилой, у нас в Республике Бурятия, то цены, реальные цены достаточно завышены. И здесь вступает в силу вот этот ценовой пузырь, да, грубо говоря, это мыльный пузырь, в силу того, что у нас вот в 2009, там, в 2008, 2007 года начали работать программы социальные, государственной поддержки, обеспечения молодых семей, та же самая ипотека стала доступна, да, если взять там 2005-2004 год, ипотека была недоступна, это была серьезной роскошью для многого, большинства населения. То есть сейчас в силу доступности ипотеки, да, у нас цены на рынки недвижимости очень сильно выросли. И это, конечно же, такой серьезный, да, удар. Если взять, сравнить цены на рынки недвижимости Иркутской области, города Иркутска, город Новосибирск, да, далеко, возьмем дальний регион, это Санкт-Петербург, цены, ну, не сказать, что одинаковые, да, но на те же самые 3 миллиона, за которые мы можем приобрести квартиру, например, в центре города Лан-Удэ, в новостоящемся доме, да, со всеми благами, цивилизациями и укрупненными планировкой, на те же самые 3 миллиона мы можем купить квартиру в Санкт-Петербурге, рядом с метро. То есть кризис, он так, уравнивает, великий уравнитель. Ну, не сказать, что кризис. И проткнет этот мыльный пузырь, и он лопнет. Ну, цены на рынке недвижимости вряд ли сильно упадут. То есть это вот ценовая характеристика, да, которая на рынке у нас сейчас присутствует, 5, 7, 10 процентов, но не более того. Просто-напросто, потому что многие граждане, которые приобретали дополнительные квадратные метры, имея свое собственное жилье, да, они вкладывали деньги, как имеющийся у них актив, в недвижимость. Потому что у многих такое понятие, да, что вот куплю я квартиру, а она через год станет дороже. Или там через 10 лет еще дороже станет. Я на этом деньги заработаю. А у большинства граждан нет такого понятия, что коммунальные платежи нужно платить, да, что за эту квартиру нужно ухаживать. Она сама по себе просто так не стоит. И здесь уже вот эти дополнительные затраты, которые появляются, начинают на их доходы, да, очень серьезно влиять. На сегодняшний момент у нас из объектов недвижимости, которые жилого формата в республике присутствуют, порядка 30 процентов имеют очень высокий физический износ, да, то есть это ветхие аварийное жилье. На этот процент у нас есть федеральная программа, да, республиканская программа по переселению из ветхого аварийного жилья и прочие, да, социальные программы. Остальная недвижимость, она вот как раз таки распределена по нашему населению. Конкретно сказать, что на одного там жителя города Ламуды приходится столько-то квадратных метров, я его не смогу. ну, сказать, что перенасыщенности, да, ее нет. И у нас, соответственно, мало времени. У меня такой вопрос возник. Вы говорили о том, что сейчас застройщики вынуждены использовать менее качественные материалы, экономить на всем, на чем они только могут сэкономить. Значит ли это, что нас ожидает такое определенное количество не очень качественного жилья в ближайшее время? Если взять объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию в 12-м, 13-м, 14-м годах, 15-е годы, такие объекты уже присутствуют. То есть, качество строительства сейчас является основополагающим, да, но говорить, например, вот мне как физическому лицу, да, как там научному сотруднику, вам как физическому лицу, что вы пришли в какую-то квартиру, да, или в какой-то дом и говорить, что вот они некачественно построили, мы не можем. Для этого есть специальные органы, да, там, стройнодзор, экспертизы судебные и прочее. По факту проживания в такой недвижимости, мы можем сказать, что если раньше мы жили в крупнопанельном доме, да, и там слышимость была, там, ну, 10-процентная, а переезжая в новый многоэтажный дом, да, первичной застройки, там слышимость 40-50 процентов, да, мы можем говорить, что здесь некачественно объект построен, потому что они сэкономили, они использовали некачественный строительный материал и прочее, да. Здесь мы тоже, как бы, как физические лица этого сказать не можем. Ну, в чем, с точки зрения обывателя, да, все равно видно, там, где-то они поставили гипсокартонную стену, да, там, чуть тоньше, чем хотелось бы, да, и чем требовалось. Опять же, про ту же слышимость между квартирами, там, вентиляция, вентиляция, ну, есть многие такие параметры, которые, как обывателя, они, кажется, ему кажется, что, да, некачественное строительство. Да, и таких объектов достаточно много. Если взять застройки, например, того же самого 120-х кварталов, да, 105-й квартал, 102-е квартала новостройки, то у нас был такой казус, когда строили дом, один из крупных застройщиков, построил дом по социальной программе, полностью финансированный, профинансированный из бюджета, да, где переселяли граждан там с 40-го квартала, из верхового рейдного жилья. Все жаловались, судебное дело у них, по-моему, до сих пор тянется, да, и их обязали устранить, как сказать, изъяны, да, их строительства. Но там уже изъяны были такие, что их устранять практически... снести и построить новый дом. Опять же, все это упирается в финансирование, там, вплоть до уголовных дел все это дело возводится. Конечно, многие застройщики будут экономить на строительных материалах, но есть установленные нормативы. Галина Петровна, у нас, к сожалению, заканчивается время, чтобы не касаться большой темы нормативов, о ней, может быть, поговорим в следующий раз, мы будем заканчивать программу. Я напоминаю, что в гостях у нас была Галина Жаркая, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления инвестициями и недвижимостью Восточно-Сибирской государственной университет технологии управления. Это была программа «Актуальная тема». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова